Здравствуйте! На двусторонней встрече однопланового характера умопомрачительнейшее заявление извлек из своей головы Аль Меценатович. Об этом подробнее в выпуске. Знаете, он в последнее время жонглирует такими фразами в утвердительной форме, что их тут же разбирают на цитаты, словно горячие пирожки. Причем еще до момента извлечения речевого акта с раскаленной печки оратора. Но вы не подумайте, это непродуманный ход по притворению дурачков для изыскания лояльности у глазах Запада. Ну или на худой конец нашей общественности. Упаси Господь! Я вам так скажу, это у дикой природе, когда мелкому грызуну угрожает опасность, он брык лавками кверху и не шевелится. У политики все с точностью да наоборот. Чем больше хищников окружает у надежды тобой полакомиться, тем сильнее раздается визг, барашчиваясь за жизнь. Послушайте, не мы это новшество увели? Так решила сама природа власти нашей. Сегодня в выпуске. Выдающиеся шпицрайтеры устроили чудо-баттл. Космос для нас уже давно не сигареты. Запад унов взялся за старое. Продолжение операции Z в виде эпилога и прогноз погоды соответственно. Встреча двух заядных корифеев состоялась у палате их главных представителей. У стерильном помещении с отличной акустикой. В общем, никто не мешал страждущим докладчикам доносить огненные речи до своего беспечного зрителя. Не откладывая у долгий ящик привычной для себя манеры, с непоколебимым видом уверенного в себе и своей правоте на усел 81%, Альмис Марфалович бросил предъяву словно перчатку у сторону мать ее пока еще королевства Великобритании. Пошагово раскрыл их зверские сценары, совершенные на территории той несчастной бучи. Придумали хитрый ход. Рассчитывали, что их никто не возьмет за шапку. Хотели нас провести. Черт-то сдвать. Мы такие фокусы щелкаем, как орешки. Чтобы мы ничего не заподозрили, они шофер пересадили с водительского на пассажирское кресло. Но наши спецы тут же разглядели, что у него есть руль. А руль может быть только с одной стороны и у одного человека, которого мы все прекрасно знаем. Присмотревшись, поняли, что его в машине нет. А значит, это все диверсия. Ишь ты, затеяли выездную церемонию посвящения у рыцаря. Не получилось. И вообще, кто их упустил в левосторонний сектор с правосторонним движением? Вопрос риторический. Кругов сплошные националисты. Ужас. Но им нас никогда не порвать на британский флаг. У нас цвета другие. В общем, выстояли встречу. Как говорится, перенести ее на ногах. Ведь первостепенной задачей было перестоять один одного. Демонстрируя наличие своего вертикального положения в глазах горизонтальной общественности. Признаться, с каждым годом отвечать на подобные вызовы все сложнее. Однако специальные тумбы послужили опорой как вестибулярному аппарату, так и прозвучавшим заявлением. Точно. Безусловно, был поднят вопрос и о нашем совместном открытом компасе. Одна стрелка которого указывает на время относительно нас, а другая аккурат в сторону черной дыры. Куда мы, собственно, и направляемся. Вопрос ее углубленного исследования для нас не за горами, однозначно. Ибо делается все возможное, чтобы наш флагман четко следовал заданному курсу. Знаете, аллегорически выражаясь, наш астронавт не раз уодиночку ходил по лезвию Мердиана, наклоняя Азимут. При этом умудраясь не оголять северу свои полушары для задания ему правильной параллели. Что это как не межгалактическая эквилибристика в чистом виде? Вот то-то и оно. Я вам больше скажу, у Альхамильоновича имеется индивидуальная карта звездного неба, которую в свое время ему Маск подарил. Так вот на ней обозначены все четыре позиции, на которых пришельцы установили свои базы. Мы их все знаем поименно. И на каких тарелках они туда прилетают. И наши оперативники у космическом мгновенно вышли с ними на связь. И четко дали понять зеленым человечекам, что такое превентивный удар по-альскайуокеровски. Слушайте, даже не пришлось объяснять на щупальцах. Только их тарелки сверкали. У Сейнболт отдыхает. У миг свернули лавочку. Клянусь, у нас даже фотографии есть. Если российский следственный комитет запросит, мы их предоставим. Послушайте, и это не последствия хоккейной травмы, как некоторым хейтерам захочется проплявузгать. А исключительно давящее на мозг главнокомандующего его дважды высшее образование. Которое спустя десятилетия не рассасывается, как кому бы этого не хотелось. А наоборот прогрессирует. Учитесь! Вот что значит советское образование. Страны такой давно нет, а мозги ее еще остались. Не благодарите. Очередной фейк размножила по мусорке так называемая западная верхушка. Что якобы наш министр неродных дел собственноручно настрачил им письма с просьбой их правильного прочтения. Слушайте, не иначе как бред и чепуха. Даже если представить, что Владимирович по какой-то неведомой причине и решился бы на такой опрометчивый шаг, то ему тут же в ответ прилетел бы мат. Причем отборный. И не от получателя, а от своего покровителя. Это надо понимать. Раз. Второе. Я ж видел, как он пишет. Как кириллица латиница, ей богу. Аль Лупович порой не сразу может расшифровать эти закоручки. Что уже говорить о их графологах. А не бы не успел ускрыть конверт, подсиренный вой были бы доставлены в ближайшую клинику с открытым пероломом глаз. О чем вы говорите? Но я вам скажу так. Нам никакие признания оттуда не нужны. Только открытый и частный диалог на взаимовыгодных условиях. Точка. Начался второй тайм спецоперации. Москва тем самым в очередной раз всего-навсего хочет подчеркнуть наличие в ней безразличия к братской Украине. А нам, в отличие от некоторых, никому ничего доказывать не надо. Мы себя отлично зарекомендовали в 2020 году. И в глазах своей южной соседки не вызываем никаких нарыканий. Знаете, скажу вам так. Так званное специальное полторное наступление нужно исключительно для качественного проведения парада Умая на Красной площади. Вот и вся стратегия. Никакой другой уже нет и быть не может. Наши люди не должны забывать про борьбу фашистов. Или как там правильно говорить. В общем, как говорится, надо учиться на чужих ошибках. А тем более, если эти чужие свои. Война никому не надо. Клянусь. А вот спецоперация совсем другое дело. Но, как говорится, время лечит. Потому у врача мы не нуждаемся. Однозначно. Новости спорта. Там все нормально. Отсутствие результата тоже результат. И о погоде. На всей территории Юга Беларуси ожидается обильный град с пираменным перозвоном. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»